Добрый день, глупо, уважаемые коллеги. Я хочу сегодня поговорить о антиканцерогенных и геропротекторных свойствах полифенольных соединений. С чем связана актуальность? Актуальность связана с тем, что пища, которую мы потребляем, содержит тысячи фенольных соединений. И это большая активная область исследований сейчас, связанная с их антиканцерогенной, противоопухолевой активностью. Безусловно, эти соединения могут оказывать полезные эффекты на состояние здоровья и служить средствами профилактики, ассоциированных с возрастом заболеваний. Об активности исследований в этой области свидетельствует рост числа публикаций в подмеде по запросу на полифенолы. Однако вопрос, который хотелось бы понять, является ли действительно полифенольные соединения потенциальными геропротекторами. Ну вот здесь литературные данные суммированы об противоопухолевых эффектах полифенольных соединений. И представлены растительные полифенолы тех растений, которые достаточно регулярно употребляются в пищу. Это виноград, ресвератрол, гранат антоциальный, катехины зеленого чая, кофе, продукты сои. Выключите, пожалуйста, микрофон, выключите. И специи, конечно. Куркумин, шафран. Что интересно, проводились исследования на очень разных моделях различных локализаций опухолей. И механизм действия этих полифенольных соединений, уже было сказано, что это очень разнообразная группа с точки зрения химической структуры, механизм их действия достаточно универсальный. Это индукция паптоза в опухолевых клетках, модификация гистонов и влияние на степень метилирования ДНК. Есть, безусловно, и другие эффекты. Все полифенолы объединяются по принципу их высокой антиоксидантной активности, влияния на иммунную систему. Если говорить о противоопухолевом действии, то эти механизмы действия, они, наверное, преобладающие. Мы тоже проводили исследования полифенолов, но не совсем обычных. Это полифенольный комплекс, который был получен путем последующего гидролиза, гидролизного лигнина. Что такое гидролизный лигнин? Гидролизный лигнин – это нерастворимый продукт, который получается после эллирования из древесины целлюлозы в процессе производства этанола. Кроме этого, в исследуемом комплексе были добавлены соединения железа, селеноаскорбиновая кислота. Но концентрация этих веществ не превышала адекватный уровень употребления. И эти соединения были введены для того, чтобы компенсировать возможный эффект снижения их всасывания в длительных экспериментах. Стандартным для нас является подход, когда мы проводим оценку гиропротекторных соединений на мышах при пожизненном введении ежедневных этих соединений. В данном случае мы полифенольный комплекс вводили с питьевой водой. И в качестве объекта использовали мышей аутбредной линии альбиносов в СШР. В исследовании были только самки включены. Как проводится оценка в таких опытах? Осуществляется мониторинг за животными. В исследовании следится, отслеживается динамика массы тела, потребление корма и жидкости, измеряется температура тела, регистрируется эстральный цикл. И, естественно, основные параметры – это продолжительная жизнь, то есть фиксирование даты гибели животного. И обязательно полное патоморфологическое исследование каждого животного. То есть установление тех сопутствующих заболеваний и причин смерти, которые у этих животных развиваются. Если говорить о динамике массы тела, она достоверно не изменялась между контрольной группой и группой, получавших композицию полифенольную. Потребление корма и жидкости было в среднем возрастном периоде, около 15 месяцев, пик потребления как корма, так и жидкости животными. Что касается температуры тела, ректальной, то она была достоверно ниже, чем у контрольных животных, у животных, которые получали эту композицию. Вот что касается эстральной функции. Здесь представлена длительность эстрального цикла, а здесь частота регулярных циклов. Доля животных с регулярными циклами. И оба параметра при введении животным с питьевой водой полифенольной композиции свидетельствуют о том, что у животных эстральная функция сохраняется более длительное время. То есть наблюдается защита репродуктивной функции. Продолжительность жизни животных, которые получали полифенольную композицию, была выше. Частота опухолей существенно ниже. Несколько ниже был атентный период к появлению. Это все укладывается в картину о том, что полифенольные соединения обладают гиропротекторной активностью. Все такие сообщения в литературе имеются и в отношении других полифенолов, таких как куркумин, герцетин, генистеин. Вот характеристика животных из нашего эксперимента по частоте спонтанных опухолей. Основной локализацией это были опухоли молочной железы злокачественной аденокарциномы в обеих группах животных. Но их частота при введении полифенолов животных была значительно ниже. Также была несколько ниже частота злокачественных лимфом. А некоторые локализации опухолей не встречались. Конечно, мы говорим сейчас об эксперименте, где всего 50 животных. И частота всех опухолей достаточно невысокая. Поэтому подобные исследования, безусловно, требуют определенной повторности и большего числа наблюдений. Тем не менее, в нашем случае мы получили достоверное уменьшение множественности опухолей на животных. А общее количество злокачественных опухолей было зарегистрировано 32 в контроле и 20 в опытной группе. С чем может быть связана такая антиканцерогенная активность? Мы провели тест на повреждение ДНК, стандартный тест ДНК-комет с метилметансульфанатом. И мы обнаружили, что введение леганда полифенольного уже не комплекса, а именно леганда за час до метилметансульфаната животным приводило к тому, что частота повреждений, которая определялась по проценту содержания ДНК в комете, она была существенно меньше в группах, получавших полифенольный комплекс. Интересно то, что вводили мы в нескольких дозах полифенол, а снижение было приблизительно одинаковым. То есть, видимо, в отношении полифенольных соединений нет такой чёткой дозовой зависимости от антиканцерогенного действия. То есть, скорее всего, что есть некий порог, который достаточен для реализации этого действия. Кроме этого, на другой модели мы оценивали действия полифенолов в отношении возможной защиты от повреждения химиопрепаратами. Нас это интересовало как онкологов. И было показано, что мышам на модели 5-фтору-индуцированного энтерита введение полифенолов приводило к защите повреждения крипткишечного эпителия. Достаточно выраженный эффект. Кроме этого, введение 5-фторурацила сопровождается значительно мило депрессией. И оценивали состояние селезёнок. Здесь видно, как 5-фторурацил вызывает токсическое действие в отношении этого органа. А сочетанное введение 5-фторурацила с полифенолами значительно улучшает ситуацию. То есть, есть, безусловно, положительные эффекты от полифенольных соединений. Этого отрицать нельзя. Если говорить о гиропротекторных соединениях, то, наверное, следует сказать о том, какие уровни доказательности есть, их эффекты. Наибольшая доказательность – это, конечно, данные клинических исследований. На сегодняшний день таких соединений нет. Есть соединения, эффективность которых показана в большом количестве экспериментальных исследований и в некоторых клинических испытаниях. Меньшая степень доказательности – это единичные сообщения. Сюда мы отнесли тот комплекс, который исследовали. Ну и четвертая группа – это единичные неподтвержденные сообщения об эффективности. Почему здесь нет других полифенольных соединений? Значит, 15 лет назад была запущена программа тестирования средств, которые потенциально воздействуют на старение. Тестирование проводилось на трех площадках в трех крупных университетах США по унифицированному протоколу. То есть, почему было взято три центра? Для того, чтобы увеличить мощность статистическую и достоверность данных. Протокол был спланирован так, что данные из двух центров позволяют статистически значимые различия получить. В исследовании были включены животные, которые были получены путем скрещивания четырех генетических линий, для того, чтобы уменьшить возможность влияния генетического фактора на результаты. И что было получено? Получено, что контрольные самцы мышей на одной площадке весят меньше, живут дольше, чем контрольные самцы в двух других площадках. При использовании университетного протокола, то есть, одинаковые условия содержания животных, одинаковые корма и так далее. То есть, влияние фактора места. Это говорит о том, что те данные, которые мы получаем в геронатологических экспериментах, они требуют действительно взвешенного подхода и повторения многократного. В этой программе было протестировано три полифенольных препарата. Это респиратрол, куркумин и сумма полифенолов экстракта зеленого чая. Во всех трех центрах было показано, как на самцах, так и на самках, отсутствие какого-либо эффекта на продолжительность жизни. Несмотря на то, что единичные исследования на мышах других линий показывали, что эти вещества обладают геропротекторным действием. Что мы сделали? Об этом уже сегодня Алексей Георгиевич рассказывал. Если данные из разных геронатологических экспериментов проанализировать, то можно построить корреляционные зависимости между параметрами модели дожития. И если расположить контрольные группы одного и того же вида животных, то они выстраиваются на линии корреляции этих параметров. И 95% доверительный интервал описывает то облако, в пределах которого можно ожидать разброс параметров кривой дожития этого вида животных. Наш полифенольный комплекс был изучен на мышах самках СШР, и в нашей же лаборатории имелись данные в отношении исследований метформина и СККУ. Это метахондриально направленный антиоксидант. Был проведен анализ отклонения опытной группы от показателей контрольной группы. И вот для полифенольного соединения мы видим, что полученные параметры выходят за пределы 95% доверительного интервала. То есть в принципе некая претензия на то, что эти полифенолы влияют действительно на продолжительность жизни этого вида мышей. Какие можно сделать выводы? Полифенольные соединения в качестве компонентов пищи оказывают множественные положительные эффекты, обладают противоопухолем, антиканцерогенным эффектом. Вероятно, полифенолы не оказывают систематического влияния на популяционное старение. Наш комплекс, который мы изучали, возможно, обладает геропротекторным эффектом, который связан с увеличением продолжительности жизни и подавлением спонтанного канцерогенеза. Ну и также он обладает рядом других полезных свойств. Благодарю вас за внимание. — На сколько температура тела снижалась? — Среднее снижение было около 1 градуса. Есть такая штука, правило Ван Гоффа называется. На 10 градусов температура скорость химических реакций меняется в 3 примерно раза. Здесь можно так прикинуть, что где-то процентов на 10 снизилась скорость спонтанно-химических реакций в организме этих мышей. Вот это мне, кстати, в голову раньше не приходило, просто не обращали внимания на это снижение. Сейчас обратил внимание. В принципе, этого достаточно для того, чтобы объяснить снижение скорости старения. Вот просто на пальцах. — Очень плохо слышно. — Еще раз. Повторить, да? — Громче. — А, в микрофон, да? Вот так вот. — Да. — Значит, ситуация такая. Есть такая вещь, правило Ван Гоффа называется. При изменении температуры на 10 градусов скорость химических реакций меняется в 3 раза. Значит, если у нас здесь на 1 градус снизилась, да, соответственно, можно прикинуть, что процентов на 10 должна была снизиться скорость спонтанно-химических реакций. Вот это вот как бы примитивно, да, просто топорно. Но если считать, что вот всякие там, значит, ошибки там и так далее являются следствием спонтанно-химических реакций, а для этого есть много оснований считать, что это именно так, в организме этих мышей медленнее шли эти реакции. Примерно на, так сказать, процентов на 10. В принципе, в принципе, вот это достаточно для того, чтобы снизить скорость их старения. На самом деле снижение скорости старения — это очень интересная штука. И на тех же мышах, где-то я могу достать, наверное, эту ссылку, было показано, что снижение температуры тела мышей, я не помню, как достигали этого эффекта, сопровождалось снижением скорости старения ушей. А на дрозофилах, там, на всяких прочих, это просто, это уже, так сказать, общее место. Спасибо большое. Есть работа, где вывели генетических мутантных мышей с снижением температуры на полградуса, и они жили дольше. Еще вопросы? Я бы хотел узнать у вас, есть ли какие-то данные, которые касаются метаболомики этих соединений? Что происходит? Какой метаболизм следует за этими полифенолами? Потому что в настоящее время у нас есть масс-спектрометрия, мы можем проследить всегда. Да, мы можем наблюдать с животным, мы можем наблюдать за метаболизмом соединений. Это первый вопрос. А второй вопрос, более общий вопрос, он связан с гипотезой, согласно которой, она была погибла пару лет назад, которая касалась того факта, что средиземноморская диета, которая богата полифенолами, может иметь такой эффект, потому что эта средиземноморская диета полна таких ингредиентов, пища полна ингредиентов, там очень много токсических веществ, растения, генерируют очень много веществ, которые в высоких дозах являются вполне токсичными. И то же самое касается и куркумина. Мы проводили эти эксперименты, поэтому идея заключается в том, что эти полифенолы или другие соединения могут быть эффективными, потому что их съедают в очень небольших дозах, и, может быть, будет такой вот ароматический эффект. И предполагается, что низкий уровень токсического эффекта также благоприятно воздействует, потому что это стимулирует положительный ответ организма. Первый вопрос сразу. Мы метаболонные исследования не проводили, поэтому по нашим данным не могу ничего сказать. А вот литературные данные в этом плане я, к сожалению, не знаю, поэтому, наверное, прокомментировать не смогу, что именно происходит с точки зрения метаболизма животных, которые получают полифенольные соединения. Что касается второго вопроса, то я подробно не останавливался на химическом составе этой композиции, полифенольной, которую мы полуисследовали. С точки зрения химического состава, это комплекс большого количества индивидуальных полифенольных соединений, которые содержатся в очень небольшом количестве. Но это всё сумма полифенольных соединений. Поэтому, если говорить о влиянии диеты средиземноморской, то, скорее всего, мы имеем какую-то похожую ситуацию, когда мы не потребляем с пищей какой-то конкретный полифенол, потребляем в меньших количествах, но большое разнообразие полифенольных веществ. И каждый из них может оказывать какое-то своё небольшое, скажем так, действие. Суммарно они могут приводить к какому-то антиоксидантному эффекту, может быть, более или менее выраженному. Но, как мы знаем, антиоксиданты существенно на продолжительность жизни тоже не влияют. Полифенольные соединения могут действительно за счёт такого комплексного действия и некий гармезисный эффект вызывают в небольших концентрациях. Вообще, что касается полифенолов, у них достаточно низкая биодоступность. То есть действующие концентрации, если не на порядок, то на два порядка ниже, чем на те концентрации, которые мы потребляем с пищей. А биологические эффекты, которые регистрируются, это концентрации достаточно высокие. Поэтому, скорее всего, то, что касается диеты, это действительно влияние уже комплекса соединений. Каждое соединение может какой-то свой вклад носить. Нельзя исключить. Вопрос был немножко другим. Моя гипотеза, которую мы опубликовали, заключается в том, что эти соединения, которые присутствуют в растениях, могут иметь положительный эффект, потому что фактически они токсичны. Но мы предполагаем, что мы едим очень небольшие концентрации этих токсичных веществ. И поэтому они полезно на нас действуют. Они токсичны, но мы съедаем их в очень низких дозах. И это ароматическая паратигма. Токсические вещества в низких дозах могут иметь положительный эффект. Это своего рода парадокс. Но это было изображение... Об этом говорил Парацесс несколько веков назад. Это не моя идея. Какие-то идеи Парацесса. Провергнуть это. У меня нет каких-то экспериментальных данных с очень низкими дозами соединений. И сейчас тенденция направлена на то, чтобы увеличить биодоступность полифенольных соединений и выследования за счет создания систем доставки. И то, что было сделано, например, с кверцетином, увеличение его биодоступности, если не ошибаюсь, на 20% привело к значительному увеличению его токсичности. Поэтому здесь, скорее всего, тоже есть некий предел. И возможно, что нужно смотреть не в сторону каких-то отдельных соединений, а действительно смесей полифенолов. Потому что они могут работать не только за счет гармезиса, но и просто за счет сорбции канцерогенных факторов. Много таких работ, которые показывают, что полифенольные соединения могут сорбировать канцерогенные факторы и таким образом препятствовать их токсическому действию. Спасибо, Андрей Владимирович. Спасибо. Спасибо. Спасибо.